МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Расчет окончен. Завершилось формирование правительства Чувашия. Преступление и наказание. Вынесен приговор бывшему руководителю энергосбытовой компании. Самоварное золото. Уникальная коллекция жителей Чувакса. Сегодня утром Михаил Игнатьев встретился с Владимиром Филипповым, до недавнего времени возглавлявшим Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Теперь ведомством будет руководить Владимир Доброхотов. А Владимир Филиппов стал помощником главы Чувашской республики. Новые назначения и в Министерстве культуры. Указом главы Чувашии исполнять обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела нашей республики будет Константин Яковлев. Его хорошо знают в Чувашии. Уже много лет он возглавлял Чувашскую национально-культурную автономию в республике Татарстан. Входил в Совет президента Татарстана по национальным вопросам. Я хотел бы здесь отмечить, действительно, большое количество Чуваш у нас в регионах проживает. Крупные регионы, это Башкатарстан, Самара, Ульянская области. На сегодняшний день, я думаю, там тоже построено положительный опыт и есть. Но есть некоторые вопросы, которые, я думаю, сегодня совместно с Министерством культуры тех регионов, я думаю, мы наладим тесно такие взаимоотношения, то есть и будем проблему интересным нашим соотечественникам, думаю, решать. Несмотря на то, что Константин Яковлев до последнего времени жил и работал в Казани, в нашей республике он хорошо известен. У него много друзей и партнеров в культурном сообществе. Кроме того, Константин Геннадьевич уже не первый год является вице-президентом Чувашского национального конгресса. За что бы он ни взялся, всегда сделает честью, достойно, на высоком уровне. Он много работы ведет в Татарстане, прежде всего. Он является там председателем Чувашской национальной культурной автономии более 10 лет. Уже имеет очень богатый опыт работы в развитии межнациональных культурных отношений. 10 лет он уже руководил проведением Чувашского праздника УЯВ. Там и наш глава республики Михаил Васильевич был, и председатель государственного совета Юрий Алексеевич Попов были заместны с главами Татарстана, председателя кабинета министров. У него очень хороший организатор способностей. Я считаю, что это хорошая находка. Я уверен, что он будет хорошим модератором или, скажем, организатором как раз в Министерстве культуры и развитии межнациональных отношений. Формирование кабинета министров Чувашии завершено. Изменилась сама структура правительства. Появились и новые лица. У председателя правительства Ивана Маторина теперь два заместителя. Сегодня с членами нового кабинета министров встретился Михаил Игнатьев. Созданию новой структуры послужили весомые аргументы. Согласно реестрам государственных должностей, согласно вопросам борьбы с коррупцией, были представления со стороны прокуратуры. И мы скорректировали нашу структуру кабинета министров. И два вида примера, которые будут курировать. Один из них, Михаил Сергеевич, реальный сектор экономики. Второй вице-премьер Анатольевна будет курировать социальный блок. Свои посты в правительстве сохранили ключевые министры. Министр финансов Светлана Янилина. Владимир Аврелькин возглавляет Министерство экономического развития, промышленности и торговли. Сфера образования и молодежной политики под контроль на Владимиру Иванову. Александр Иванов по-прежнему отвечает за информационную политику и массовые коммуникации. Надежда Прокопьева также возглавила Министерство юстиции. Во главе отрасли здравоохранения Алла Самойлова. В составе правительства шесть новых человек. Министром сельского хозяйства стал Сергей Артамонов, ранее возглавлявший управление в администрации главы Чуваши. За развитие транспорта и дорожного хозяйства теперь будет отвечать Владимир Доброхотов, до этого руководивший муниципальным предприятием Доракс. Владимир Филиппов, бывший министр транспорта, назначен помощником главы Чуваши. Развитием спорта будет заниматься Сергей Шелтуков, ранее работавший заместителем министра. Сергей Павлов исполняет обязанности министра природы и экологии. Новое лицо в правительстве республики и исполняющие обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела. Константин Яковлев до назначения возглавлял Чувашскую национально-культурную автономию в Татарстане. В структуре правительства появилось и новое направление – социальная политика и труд. Министром назначен Сергей Дмитриев. Мы сегодня впервые собрались с новым составом кабинета министров Чувашской республики. Рассчитываю в целом на кабинет министров и в целом и отдельно на каждого руководителя органов несомнительной власти, чтобы прибавить о своих оборотах и будете делать все для того, чтобы оказанное доверие оправдать. Вадима Ефимова присвоили звание заслуженный работник культуры Чувашии. Анатолий Кузьмин и Сергей Мельников получили благодарности от главы Чувашии. Михаил Игнатьев поставил перед правительством серьезные задачи – улучшить главные показатели, по которым оценивается социально-экономическое развитие республики. В Чувашию должны прийти новые инвестиционные проекты. На другой, более высокий уровень, выходит частное государственное партнерство. Логическое завершение должны получить уже разработанные проекты. Это и полигон ТБО, и гемодиализмный центр, и развитие услуг скорой помощи. Глава Чувашии отметил, что в республику вместе с инвестициями придут новые рабочие места. Все социальные обязательства перед нашими гражданами должны, конечно, неупостительно выполняться. Мы свои обещания все выполняли, и здесь никаких поводов и предпосылок не должно быть, чтобы мы забыли про свои прямые обязательства по выполнению своих обязательств в социальной сфере. Сохранять и укреплять стабильную общественно-политическую ситуацию, мы обязаны работать на повышение качества жизни. Наша с вами насущная задача. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился сегодня с муфтием Москвы, Центрального региона и Чувашией Альбером Кыргановым. Речь шла об укреплении межконфессионального взаимодействия, гармонизации межнациональных отношений. Муфтий Альбир Хазрат, заместитель председателя комиссии общественной палаты России, рассказал об участии в сессии ОБСЕ, которая проходила в Варшаве. О работе с крымскими татарами, о том, что мусульмане-чувашии полностью поддерживают политику России по борьбе с экстремизмом. Кроме того, Михаил Игнатьев и Альбир Кырганов обсудили вопросы проведения сельского экономического форума. Перспективы и проблемы предприятия тяжелого машиностроения глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с руководством концерна «Тракторные заводы». В разговоре принимали участие вице-премьер Михаил Резников и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Глава Чувашии кратко рассказал об участии в Международном инвестиционном форуме. Дискуссии на его площадках были посвящены вопросам кооперации крупного и малого бизнеса, консолидации мер господдержки импортозамещения. По теме сельскохозмашиностроения будет отдельное заседание правительственной комиссии. Это, наверное, в феврале 2016 год. К этому нам всем подготовиться надо. Поэтому наша задача, Владимир Александрович, подготовить свои предложения, ибо не каждый завод сегодня занимается производством сельскохозяйственной техники. Руководитель концерна Михаил Болотин заметил, сейчас сложилась благоприятная ситуация. Рост курса валют и санкций вынуждают хозяйствующие субъекты искать партнеров в своем отечестве. Заказов у наших тракторостроителей достаточно. Не хватает оборотных средств, поскольку мало кто из аграриев может работать по предоплате. А банки не очень охотно дают большие кредиты на длительные сроки. Проблема дефицита денежных средств – одна из самых острых в России, и решать ее необходимо на федеральном уровне. Со своей стороны правительство Чувашии готово принять все меры для поддержки городообразующих предприятий. Педагогическое сообщество столицы республики свой профессиональный праздник отметило во Дворце детского и юношеского творчества. Слова благодарности в адрес тех, кто учит и воспитывает наших детей, прозвучали из уст главы города Чебоксары Леонида Черкесова. Главный результат учительского труда, уверен Леонид Ильич, – это талантливые ученики, у которых все складывается и в жизни, и в карьере. Система образования города Чебоксары выходит на новый современный этап. И сегодня мы можем гордиться столичным образованием. Если подвести итоги 2014 года, посмотреть, 5 школ – топ 500 лучших школ России. Лучшим учителям и воспитателям вручили благодарности и почетные грамоты Министерства образования и молодежной политики республики и администрации города Чебоксары. Екатерина Степанова, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах огласили приговор экс-директору Чувашской энергосбытовой компании. Уголовное дело в отношении Михаила Шурунова расследовали в региональном управлении ФСБ. Следователи доказали, что на протяжении нескольких лет он похищал со счетов предприятия крупные суммы. Дело бывшего руководителя Чувашской энергосбытовой компании в суде рассматривали в закрытом режиме. Журналистов допустили только на оглашение приговора. В управлении ФСБ доказали, что за все время своей работы на посту генерального директора ЧСК он присвоил себе более 13 миллионов рублей. В 2008 году экс-руководитель заключил договор с одним из закрытых акционерных обществ. Причем Шурунов понимал, что его предприятие на тот момент в услугах не нуждалось, отмечают следователи. «Метцепольно-служивное положение путем составления фиктивных договоров с различным родом компаний с целью якобы оказания услуг и соответственно вывода обналичивания денежных средств. Это по 159-й части 4-й два эпизода на сумму свыше 2 миллионов рублей и на сумму свыше 9 миллионов рублей. По причинению совершенного мошенничества в отношении Чувашской энергосбытовой компании эпизоды были предъявлены с 2008 года по 2011 год». Были доказаны и другие эпизоды. Шурунов составил фиктивный договор о трудоустройстве в Чувашский энергосбыт своей жены. На деле женщина там не работала, хотя на протяжении полугода получала заработную плату. Ей успели начислить более 700 тысяч. «Свой мошеннический след Шурунов оставил в другом регионе. Будучи директором энергосбытовой компании Башкортостана, он неоднократно оформлял документы на служебные командировки в Нижний Новгород. Но следователям удалось доказать, что в этот город он выезжал не по рабочим, а по личным делам». До последнего Шурунов надеялся на условный приговор, свою вину он признал полностью и даже возместил ущерб. Хотя в зал суда все же пришел с сумкой, наполненной вещами. Интуиция бывшего директора не подвела. «Суд приговорил Шурунова Михаила Юрьевича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей из 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и взять под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу». Михаила Шурунова приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Половину назначенного срока он уже провел по домашним арестам. Будет ли он подавать апелляцию на решение суда, пока неизвестно. Из зала суда Михаила Шурунова вывели в наручниках. Медриковалев и Александр Петров. Республика. У самовара я и моя Маша. Пошла муха на базар и купила самовар. Научно-технический прогресс вытеснил эту бытовую технику из нашего обихода. Но настоящие ценители самоваров до сих пор хранят им верность. Наша съемочная группа познакомилась со знатоком самоварного искусства. Коллекцию пузатых чайников, без которых не обходится ни одно русское чаепитие, Александр Шефер собирает уже около четырех лет. Больше половины из них сделаны в позапрошлом веке. По его словам, первый самовар попал к нему совершенно случайно. Я увидел, как самовары несут пункт приема металла, цветного металла. Мне их стало жалко. Все-таки красивые вещи. Люди старались, сделали. А я их металлолом. Поэтому я их начал покупать. Идея этого необычного чайника пришла к нам из Китая. В России самовар появился в конце 18 века. Уже тогда в Туле были созданы первые самоварные фабрики. Именно поэтому этот город считают родиной русских самоваров. У меня порядка 15 самоваров на сегодняшний день. Все они разной степени, так сказать, старости, древности. В основном все самовары сделаны в городе Тула до революции, после революции. Ну, есть партика самоваров из города Кольчугино. Первые самовары изготавливали из латуни и меди. Внутри находилась печь. В ней жгли сосновые шишки и древесный уголь, который раздували сапогом. А дым выходил через трубу, которую можно было снимать. Самая важная часть самовара – Тулова. Сюда заливается вода, которую нужно вскипятить. Внутри самовара находится труба жировник. Также не менее важными деталями являются заглушка, конфорка, крышка, ручки, кран, ветка, поддон. Раньше девушка, которой давали в приданный большой медный самовар, считалась завидной невестой. Вокруг него собиралась вся семья. Пили чай, вели неспешные разговоры, мечтали о будущем. И по сей день самовар считается символом домашнего уюта. Жаль только, что сейчас он чаще встречается в сказках, а не на наших столах. Евгения Ракова, Андрей Шоклев, Республика. 94 года работает на страховом рынке нашей страны Росгострах. Именно ориентируясь на эту дату и появился в череде профессиональных праздников – День российского страховщика. Как отметили это важное событие сотрудники старейшей компании, узнаете далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Еще в 1921 году жители нашей большой страны страховали свою собственность. Тогда повсеместно действовала одна государственная система страхования – Гострах. Сейчас это крупнейшая компания своей отрасли. Страховая ответственность «Чувашия», которая исчисляется более полутора триллионами рублей. Нам сегодня доверяют. У нас очень много сегодня клиентов, страхователей, страхователей физических лиц, наших партнеров, юридических лиц. И компания всегда отвечает по своим обязательствам, по всем наступившим страховым событиям. Высокая степень доверия у клиентов предполагает серьезную ответственность. Люди страхуют свои жизни, квартиры, строения, автомобили, потому что знают, что Росгострах всегда придет на помощь в случае форс-мажорных обстоятельств. 3 октября по территории Чувашии прошелся сильный ураган. Несмотря на выходные дни, сотрудники Росгостраха оперативно отреагировали на заявления граждан. Нам принято 200 обращений. Это в основном пострадали жители Канарского и Маргарусского районов. На данный момент все страхователи подали заявление. Там, где необходимый осмотр, мы произвели осмотр. И в ближайшее время начнем производить их выкутывание. Росгострах в первую очередь – это одна большая дружная команда. Более тысячи агентов Чувашии ежедневно страхуют и разъясняют жителям республики о необходимости этой важной услуги. Компании твердо придерживаются принципа преемственности. На торжественном собрании по поводу дня рождения пять сотрудников филиала получили звание ветеран Росгостраха. В Госстрах я пришла 40 лет назад. Мне было тогда 18 лет. Я, конечно, очень рада, что я посвятила всю свою жизнь именно Госстраху. Индивидуальный подход к каждому клиенту, новые идеи и предложения. В Росгострахе ценится творческий подход к делу. Вот и на своем празднике сотрудники устроили импровизированный концерт с песнями, плясками, стихами, частушками о любимой компании. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин